У него были удивительно огромные руки и длинные пальцы, необычные даже для пианиста. Гейне однажды сказал о его игре. Сегодня он дал одно из самых блестящих своих сражений. Клавиши, казалось, истекали кровью. Великого пианиста Венгрии звали Ференс Лист. Он родился в 1811 году в венгерском местечке Деборьян. Его отец был управляющим овчарней у местного князя и не имел возможности проявить свое музыкальное дарование. Но, заметив способности сына, он решает во что бы то ни стало дать ему музыкальное образование. В семь лет маленький Пуцци, так называли Ференсы родные, свободно играет на фортепиано, легко читает ноты, искусственно импровизирует. В восемь лет он уже начинает играть на публике в салонах венгерской знати. На полученные от меценатов деньги отец везет Ференца в Вену, центр музыкальной жизни Европы. Лист берет уроки у любимого ученика Бетховена, автора фортепианных этюдов Карла Черни. В том же году Лист едет в Париж, чтобы поступить в консерваторию. Но ее устав не разрешал принимать на учебу иностранцев. Не помогли ни мольбы отца, ни слезы мальчика. Мечта заниматься в консерватории не осуществилась. Но слава чудо-ребенка открыла перед Ференцем двери аристократических салонов. А концерт в итальянском оперном театре стал для Листа триумфальным. Оркестранты так заслушались сольной партии мальчика, что забыли вступить вовремя. Этот успех закрепил за Ференцем Листом славу нового Моцарта. Но многочисленные гастроли по Франции, Англии и Швейцарии привели к нервному переутомлению. Поездка к морю стала новым потрясением. В Булоне простудился и умер отец Листа. Забота о семье легла на плечи 16-летнего пианиста. Он был вынужден помимо концертов давать частные уроки музыки. В это время формируется исполнительский и композиторский почерк Листа. В сочинениях венгерского композитора столько технических трудностей, что они почти непреодолимы для других музыкантов. Виртуозную манеру исполнения и накал игры Лист перенимает у великого скрипача Николо Паганини. А у польского композитора Шопена он учится поэтичности. Анаре де Бальзак лаконично сравнил манеру игры двух музыкантов, Листа и Шопена. Он сказал, венгр – это демон, а поляк – ангел. 22-летний Ференс Лист знакомится с графиней Марида Гу. Красивую и образованную женщину называли Дианой Парижских салонов. Ради Ференца 28-летняя Мари, мать троих детей, отказывается от семьи, положения в обществе и в 1835 году вместе с Листом едет в Швейцарию. Их союз продлился 9 лет. Она подарила Листу двух дочерей и сына. Мари поощряла композиторский талант Ференца, тогда как другие видели в нем только виртуозного пианиста. За два года творческого уединения Лист сочинил больше, чем за все предыдущие годы. Десятилетнее турне по Европе принесло музыканту мировую известность. Под его пальцами впервые зазвучали фортепианные переложения труднейших оркестровых произведений, в том числе симфонии Бетховена, которого Лист боготворил. Но роль странствующего музыканта становится для Ференца обременительной. К тому же повзрослевший гений устал от опеки Мари. В Киеве Ференц знакомится с 28-летней княгиней Каролиной Витгенштейн, которая становится его возлюбленной и музой. 1847 год. Переломный в жизни Ференца Листа. В зените славы 36-летний виртуоз бросает карьеру пианиста и становится главным дирижером придворного театра в Веймаре, в городе, где творили Бах, Гёте и Шиллер. Лист устраивает симфонические концерты произведений Бетховена, Шуберта, Глинки. Он пишет фантазии на темы народных песен и танцев, самые известные из которых венгерские рапсодии. Он создает новый жанр оркестровой музыки – симфоническую поэму. Веймарский период – самый плодотворный в полувековом пути композитора-романтика. В 1861 году Ференц Лист едет в Рим на бракосочетание с Каролиной. После долгих просьб папа римский согласился на ее развод с первым мужем, но накануне свадьбы отменил свое решение. Склонная к мистицизму, Каролина решает, что ей не суждено быть счастливой. В течение долгих лет она не покидает своей квартиры и, наглухо закрыв окна при свете свечей, изучает богословие. И даже овдовев, Каролина уже сама отказывается стать женой Листа. Ференц устал от разочарований. Его депрессию усиливает смерть дочери и сына. В 1865 году Лист становится Аббатом. Тем не менее, последние 20 лет жизни он по-прежнему много сочиняет, преподает в Риме, Веймаре и Будапеште. До своего 75-летия композитор не дожил всего три месяца. Как утверждают астрономы, в ту ночь, когда Ференц появился на свет, над Венгрией пронеслась комета. Подобно той комете, виртуозный пианист, дирижер и композитор Ференц Лист стал ярким и самобытным явлением в истории европейского искусства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова